На первый взгляд невооруженным глазом покажется, что территория центральной районной больницы Кром находится под авиабомбежкой и здесь проходят военные действия. Но нет, траншеи здесь появились и грунтовые кучи земельной насыпи благодаря ремонту и монтажу новых теплосетей больницы. Ну а далее монтажники приступают к сборке плочной конструкции новой котельни. Надежный фундамент это основа основ любой стройки. Котельную станцию, успешно вошедшую в областную программу по модернизации систем отопления больниц региона, планируют возвести в кратчайшие сроки, дабы успеть к началу отопительного сезона в стране. Новострой придет на смену старой аварийной, к слову, которая была сдана еще в 70-е и находится уже около полувека в эксплуатации лечебного заведения. 2 мая был заключен контракт с Ореловым госзаказчиком на выполнение работ по строительству модульной котельной для центральной районной больницы поселка Кромы. В настоящее время ведутся работы по инженерным сетям, в том числе по теплотрассе, потом по устройству фундамента под модульную котельную и дымовую трубу. На смену старым придут новые. Речь идет об итальянских энергосберегающих котлах и о новом оборудовании в целом, поясняет подрядчик. Это, безусловно, сыграет на руку центральной районной клиники, уменьшая потребление газа. По поручению губернатора данный проект был включен в межведомственную программу. Мы его успешно отторговали. Подрядчик, как видите, приступил к работам. Подрядчик у нас опытный, Орловский, это агропромстрой, который выполнил работы, в том числе на объектах 450-летия города Орла. То есть за ход производства работы, за качество мы, в принципе, уверены, и это будет нормально. В настоящее время заканчиваются работы по монтажу теплосетей районной больницы. Вскоре рабочие приступят к сборке блочно-модульной конструкции отопительной станции. До 15 августа подряд на организации предстоит возвести котельную и подключить ее к инженерным сетям. Бюджет работы и оборудования составил 22 миллиона. Весь объем выделенных средств подступит из регионального бюджета. По условиям государственного контракта срок сдачи объекта 3-31 августа. Почему такой срок? В первую очередь, потому что до 15 сентября котельная должна пройти пусконалаточная работа и апробацию, для того, чтобы успешно войти в отопительный период. Андрей Деркач, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.